Работают и днём и ночью. Около ста человек трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, Междовилоновской и Красноармейской в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. Идёт переустройство всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий. В результате передислокации обновлённые коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро там, где в будущем будет станционный комплекс. При этом минимизации неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр оперы и балета и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. Так подключён байпас теплосети, идёт подача отопления и горячего водоснабжения в соответствии с регламентом по согласованию с балансодержателями переключаются кабельные линии. А работы на системе, которая обеспечивает отвод бытовых и ливневых стоков от соседних домов и театра оперы и балета, здесь уже завершены. Выполнено переподключение. Строители отмечают, стараются сохранить все зелёные насаждения. Соответствующее поручение ранее было дано первым вице-мэром Самарой Владимиром Василенко. Во взаимодействии с муниципальным предприятием спецремстрой «Зеленхоз» порядка 40 молодых деревьев пришлось пересадить, чтобы сберечь их. По завершении всех работ благоустройство полностью восстановят. В том числе вновь запустят систему автополива газонов. На тротуарах уложат плитку. После бережного демонтажа её аккуратно складируют, исключая повреждения. Эти и другие вопросы заранее прорабатывают в ежедневном режиме, чтобы избежать осложнений настройки. Разные сети имеют разные даты завершения работ. Мы к ним стремимся. В ежедневном режиме проходят производственные посовещания, на которых решаем проблемы. Подрядчики настроены на то, чтобы выполнить срок. Если на что-то конкретно обратить внимание, то это строительство напорного водопровода. Сложность осуществляется в том, что единовременно нужно будет обеспечить 12 врезок одновременно в сутки. Вот в этом будет сложность. Это у нас планируется на работы завершающего этапа. С выносом всех сетей на площадках строительства в районе улиц Сагалактионовской и в ближайших скверах специалисты намерены справиться до конца текущего года. В среднем за день со всех площадок, охваченных строительством метро, самосвалами вывозят около 600 тонн грунта. Работа организована в режиме продленных смен. Одна из таких зон находится на пересечении Новосадовой, Самарской и Полевой. Здесь также предусмотрены работы по выносу коммуникаций. После демонтажа существующего покрытия проезжей части идет разработка траншеи, а также ведется демонтаж плафонов, системы освещения и недействующих сетей. Подготовительные работы необходимы для дальнейшего переустройства кабелей связи, ливневой канализации с большим диаметром коллектора – 800 мм. Укладывать на участки будут и новые трубы водовода. Они, как и все сети, проходящие под проезжей частью, будут защищены футляром, трубу проложат в металлическую гильзу. Текущую ситуацию по строительству обсудили на совещании, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин и представители профильных служб, задействованных в работе. Первый вице-мэр отмечает, важно, чтобы все службы работали согласованно. После перекладки сетей в районе перекрестка Полевой и Новосадовой предусмотрена стыковка тоннелей, действующего и нового. Сейчас движение организовано в объезд участка. В том числе зона метростроя объезжает общественный транспорт, автобусы, восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, информационные щиты, аншлаги, скорректирована работа светофоров на ближайших улицах. В том числе светофоры оснащены дополнительными поворотными секциями. Установлен новый светофор на перекрестке улиц Невской и Новосадовой, а улица Первомайская стала односторонней и в направлении к Волге проезжая часть доступна по всей ширине. Региональный заказчик администрации Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. Когда у нас появится новая станция метро именно в самом историческом культурном центре Самары, где в доступе все музеи основные, все театры, основные прогулочные зоны, что становится очень удобным для доступа жителей отдаленных районов города буквально в 20-30 минут. Не тратить много времени и сил, самое главное, на все пересадки, на толчаю в общественном транспорте, чтобы попасть довольными, счастливыми и, в общем-то, не уставшими ко всем культурным институциям. Это во много раз повышает транспортную доступность, привлекательность центра города для жителей окраин. Некоторые люди живут на безымянке и приезжают сюда раз в год. А сейчас появляется возможность сесть в метро, ты уже здесь, без пробок. Это просто наш город приближает к себе, то есть и сердца людей будут ближе. А вот те неудобства, которые существуют, ну надо их перетерпеть. Конечно, очень важно в современном мире логистика. И то, что сейчас такая доступность сразу оказаться рядом с театром оперы и балеты. Не по секрету, но скажу вам, там находятся фонды нашего Самарского художественного музея, не только театр. И здесь уже совсем близко наш музей. И я думаю, что совсем скоро вот так ожидают такие у нас вояжи, когда можно будет из самых отдаленных уголков нашего города попасть в центр и провести очень достойно свой досуг, попав и в театр, и в музей, и посетив наши замечательные скверы, спуститься к набережной невероятной красоты. А все гости и музеи, и гости города говорят, что такой Волги они никогда не видели. Метро сделает поездки более комфортными и быстрыми. Интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут. Все это положительно повлияет и на транспортный трафик на городских наземных магистралях, а в дальнейшем даст новый стимул для усовершенствования маршрутной сети городского пассажирского транспорта и в целом развития транспортной инфраструктуры региональной столицы.